Политик Рудольф Брэменис на днях опубликовал видео, в котором утверждает, что стройка мусоросжигательного завода уже началась, техника везет материалы. Видео набрало много просмотров, но находится политик у совсем другого участка. Жители Дрейлини очень болезненно реагируют на появление любой строительной техники в окрестностях своих домов. Им кажется, что уже началось строительство мусоросжигательного завода. Однако мы сейчас находимся на земельном участке, на котором планируется строительство этого мусоросжигательного завода. И, как вы видите, здесь никакой строительной техники нет, все поросло бурьяном. Впрочем, не так стремительно, как кажется жителям, но проект мусоросжигательного завода в Ропольском крае все же идет. Сегодня руководство компании Видес Ресурсу Центрс, среди учредителей которой компания по уборке мусора в Риге, Клин-Эр, на непубличном мероприятии в Рижской Думе, представило проект завода депутатам Столичной Думы. Главная выгода для Риги, по версии компании, снижение тарифов на отопление и подогрев горячей воды в столице, поскольку предприниматели предлагают сжигать мусор. И, как они сами утверждают, никто более дешевого энергоносителя для Рига Стилтумс не предложит. Коалиционные и оппозиционные депутаты по-разному оценили идею. Что касается загрязнения окружающей среды, достаточно убедительно представитель Клин-Эр говорил о том, что они привлекают тех же специалистов, которые работали в скандинавских странах и в Эстонии. Это будут самые передовые технологии по очистке и по мониторингу. Но если в будущем Латвия научится полностью здесь решать вопросы со своим мусором и его не экспортировать, ну это, безусловно, очень прогрессивный шаг. Так что мое такое непрофессиональное мнение, что это хорошее дело. Должен сказать, что многие аргументы выглядели достаточно логичными. Однако убедить меня в том, что этот проект будет полезен для экономики, для страны, в принципе, и для Риги в частности, мне удалось. Почему? Потому что достаточно мало точной информации. Я как инженер, я привык доверять цифрам, расчетам, как это будет влиять на тарифы. Потому что всех этих материалов в буклете, которые нам вот тут подготовили и выдали, их нет. Впрочем, надо отметить, что напрямую повлиять на строительство мусоросжигательного завода в Ропорской волосе депутаты Рижской думы не могут. Однако вся бизнес-модель предприятия будет реализована в столице. Поэтому для руководства компании важно мнение депутатов Рижской думы. 17 мая этого года депутаты Ропорской краевой думы из-за возражений жителей приостановили проект локальной планировки на одном из участков в Дрейлине под строительство мусоросжигательного завода. Однако параллельно проходит процедура оценки на окружающую среду на государственном уровне. И депутатам Ропорской думы придется принимать повторное решение, разрешать или нет строительство завода на своей территории. Данил Смирнов, Инс Иванс, Русал СМ